Интервью на Радио Спутник Как бы вы отреагировали, если бы власти города решили усыпить вашего любимого питомца? И это не фигура речи, это реальная история, которая произошла в британском Грасте Глостершир. Альпаку по кличке Джеронима подвергли ифтаназии после положительного результата теста на бычий туберкулез. Это инфекционное заболевание, которое может передаваться крупному рогатому скоту и людям. Но уже после вскрытия выяснилось, что химанализ оказался ошибочным, а сам Джеронима, по рассказу хозяйки, жил на ферме отдельно от других животных. Этот случай вызвал волну возмущений у британской общественности. История активно обсуждается в социальных сетях. Можно ли было спасти животное? Поговорим об этом с председателем Организации Альянса Защитников Животных Юрием Корецких. Юрий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела начать нашу беседу с новости, связанной с альпакой Джеронима. Вот как вы относитесь к решению Верховного Суда? Вы знаете, дело в том, что ветеринарное законодательство, оно очень сурово в отношении каких-то опасных болезней заразных. Поэтому очень часто животных при обнаружении у них какой-нибудь вируса опасного, например, птичий грипп, убивают не только это животное, у которого было найдено заболевание, но ещё и всё стадо, всю ферму зачищают. Это связано с горьким опытом, потому что если вдруг опасная инфекция начнёт распространяться, то пострадает огромное количество животных, в том числе могут и люди пострадать, если эта болезнь, она и на людей распространяется. Поэтому здесь понятен мотив с одной стороны властей, а с другой стороны, конечно, если диагноз после смерти не был подтверждён, то здесь имеет место быть ошибка, видимо, врачебная. Конечно, здесь нужно сделать выводы, принести извинения и сделать так, чтобы подобные ситуации в будущем не повторялись. А вы смотрите, вы верно отметили про то, что обычно власть с целью не распространить болезнь по стране, убивает целое стадо. Я сейчас вспомнила другой случай про ферму норок в Дании. Помните? Да, конечно. Как вы думаете, насколько это было тоже целесообразно, убивать целую ферму животных? К сожалению, решения ветеринарных врачей, когда они при обнаружении какой-то инфекции опасной, они начинают истреблять всё стадо поголовно, они, конечно же, выглядят неким перебором, с одной стороны, и кажется, что можно всё-таки решить вопрос меньшими смертями, как-то локализовав очаг заражения и изолировав его. Но тут, конечно, нужно больше с научной точки зрения подходить и к практике, потому что, судя по всему, практика такая, что не всегда получалось изолировать источник заражения, и потом инфекция может вырываться наружу, и её вообще будет сложно остановить. Это очень сложный, тонкий момент. И, конечно же, я за то, чтобы минимализировать количество смертей, но здесь нужно подходить и из практических оснований и смотреть, какая реальная ситуация на практике. В Дании там ещё всё, собственно, осложнялось тем, что терриновирус, новая инфекция, которая на слуху и которая ещё не изучена, и, видимо, ветеринары побоялись, что если они что-то не учтут, то она может вырваться наружу, и мутировавший вирус может заразить большое количество людей. Поэтому они перестраховались. В таких случаях как утилизируют тушки? Вообще там целая процедура. Их нужно правильно сжигать в основном или закапывать в яму. Но, по-моему, сжигают. Но зрелище, конечно, печальное, тяжёлое, потому что сваливают в одну кучу, заваливают покрышками и жгут вместе с покрышками. Тут трупы, и стоит вонь сильная, смрад, и тут чёрный дым. И это всё выглядит достаточно жёстко на самом деле. Местные жители-то вообще не знают, что делать, потому что они всем этим дышат. И на самом деле я не думаю, что это даже как-то соответствует каким-то нормам. Но вот это широко распространённая практика. Юрий Алексеевич, а как вы относитесь к зоопаркам? В целом отрицательно. Единственный какой-то положительный момент, который пытаются заявлять в зоопарке, это научная деятельность. Но в большинстве зоопарков она не ведётся. И на самом деле, даже если есть и научная деятельность, и изучать животных, то это можно сделать в более благоприятных для животных условиях, а не в тех ограниченных пространствах, в которых животные содержатся в зоопарках. Я неспроста задала вопрос про зоопарки. Я, когда готовилась к нашей беседе, нашла несколько странных и ужасающих для меня случаев. Вот, например, в Копенгагенском зоопарке в 2014 году убили молодого жирафа только потому, что он не годился для участия в программе разведения животных. А ещё был случай, как раз-таки опять в этом зоопарке, четверых львов усыпили только потому, что они уже достигли нерепродуктивного возраста, то есть постарели. Как мне кажется, это ужасно. А вот вы как к этому относитесь? Ну, на самом деле, это обычная практика для зоопарков. Они часто умерщвляют ненужных особей, которые у них рождаются. Часто там происходит имбридинг. Это животное не представляет для зоопарков никакого интереса. И содержать их негде и невыгодно. И это очень часто заканчивается таким вот преднамеренным убийством животных. Просто это не ассуширует. В Дании это стало достоянием общественности. Но вот мы говорим про Дании. Там один жираф, ещё несколько животных. Далеко ходить не надо. Вот у нас есть такой зоопарк, называется Тайган в Крыму. И в феврале этого года по приказу директора зоопарка Олега Зубкова было убито 20 медведей. Просто потому, что он посчитал, что содержать их на данный момент финансово невыгодно. И издал приказ об усыплении. Ну, вот как ответила прокуратура, эстаназия методом отстрела произошла. Вот мы бы даже об этом, в принципе, бы и не узнали, если бы не повышенное внимание зоозащитников к этому факту и официальный ответ прокуратуры. А это именно был зоопарк, не питомник? Нет, это именно зоопарк Тайган, скандально известный. Там как бы здесь она, саванна называемая, где на площади несколько гектаров просто скидывает львов, которых ему передают. И они на этой небольшой территории делятся на прайды и там ежегодно, ну, если не десятки, то нормальное количество львов просто грызут друг друга. И самое главное, что за такое самовольное самоправство, скажем так, директора никакой ответственности он не несет. Но, на мой взгляд, текущего законодательства, в принципе, достаточно для влечения его к ответственности. Но, к сожалению, пока не так это дело с пятой точки не сдвинется. А скажите, пожалуйста, по вашему мнению, на законодательном уровне нужно пересмотреть и что-то поменять в правилах, связанных с зоопарками? — Законодательство по зоопаркам было принято, на самом деле, пару лет назад у нас всего. Оно, в принципе, шагнуло вперед, установив для зоопарков нормы содержания животных, размеры вольеров. И если раньше это все было без четких требований, то сейчас, по крайней мере, такие заведения должны соблюдать их и, более того, получать лицензию для работы. Текущие нормы, они более-менее стали приемлемы, по крайней мере, животному есть где пройтись. Не всем, но более-менее они, в любом случае, являются шагом вперед. Дальше, я думаю, надо развивать эту историю тем, чтобы увеличивать постепенно размеры вольеров, условия содержания. И, как я считаю, что, в принципе, это должна быть полувольная среда обитания, где животные содержатся по типу сафари, где люди, если даже хотят приехать посмотреть на животных, то они должны быть гостями и приезжать на территорию животных, которая равна гектарам, и там они задержатся в естественных условиях. И тогда будет просветительская функция зоопарков правильно выполняться, потому что люди, дети, в частности, будут видеть животных в их привычных условиях и понимать, в принципе, жизнь животных. Поэтому развиваться все должно, мне кажется, в этом направлении, в создании наиболее близких к естественным условиям содержания животных. А скажите, пожалуйста, а вот по вашему мнению, насколько общественность может повлиять в пользу защиты животных? Общественное мнение и активная гражданская общественность, они очень важны, и они как раз таки являются таким своеобразным двигателем прогресса. Ранее, после этих случаев резонансных, я думаю, они серьезно задумались над тем, что повторять подобную практику не стоит. И в России можно приводить много примеров. Последний – это вот фитовая тюрьма, которая стала известна благодаря активной позиции зоозащитников, которые боролись и вывели ее до уровня президента, и только там удалось решить этот вопрос. Она демонтирована была только несколько недель назад. Я, конечно, не хочу навлечь на себя гнев зоопарков. Я понимаю, что зоопарки создаются для того, чтобы сохранить виды. Но все же, вот как вы считаете, этично ли водить туда детей? Нет, конечно. И то, что мы говорили о какой-то научной деятельности, которую могут вести зоопарки, она крайне минимальна. Сейчас главный принцип зоопарков заключается в индустрии развлечений. И люди ходят туда, чтобы посмотреть на животных. И зоопарками активно прививается такой образ взаимоотношения человека с животными. Уже в 21 веке, мне кажется, обществу становится понятно, что неправильно использовать животных, особенно диких, для развлечения. Потому что содержание таких животных в тех клетках и вольерах, которые есть в зоопарке, они абсолютно не могут дать ту полноценную жизнь, которую животное получает на свободе. Я думаю, что с этим надо постепенно завязывать. У нас, конечно, есть более жестокие индустрии развлечений с животными, такие как цирки, гельфинарии. Но зоопарки на самом деле стоят где-то рядом. И об этом, конечно, надо говорить. И менять в любом случае формат этих заведений, потому что на сегодняшний день он уже не соответствует современным запросам к уровню благосостояния животных и вообще, в принципе, взаимоотношения человека с животными. Юрий Алексеевич, мне кажется, в противовес вашим словам, что детей не стоит водить в зоопарки, наши слушатели спросят, а как тогда детей, да и, в принципе, взрослых, знакомить с фауной? Я вот не очень понимаю этих вопросов. Зачем мы детям знакомиться? Причём в таких условиях, где эти самые животные сидят в бетонном каком-то полу, хоть в четырёх стенах. Какое это знакомство? Это же неправильно. Всё-таки мы должны и не только учитывать наши интересы, что кому-то из людей, детям интересно посмотреть на живых животных, но, конечно же, надо учитывать интересы животных прежде всего, потому что мало ли кто захотел бы для себя такую жизнь, быть развлечением для других с множеством лишений для себя. Юрий Алексеевич, мой завершающий вопрос. Давайте попробуем всё-таки разъяснить нашим слушателям, почему контактные зоопарки и вот всякие кафе, где можно погладить кота, кролика или ёжика, это не есть хорошо? Почему не стоит туда ходить? Потому что животные не хотят, чтобы их гладили. Это заблуждение, что животным нравится, что их гладят. Большинство животных, которые содержатся в контактных зоопарках, они вообще не хотят контакта с людьми. И те условия, в которых они содержатся, они для них являются стрессовыми. Тысячи людей за день проходят, тысячи людей их трогают, думают, что играются с ними, а для животных это постоянный стресс. Конечно, здесь ничего положительного нет. И на самом деле животные, которые идут в такой массовый расход в этих контактных зоопарках, у нас это морские свинки, кролики, это дешёвые животные. И покупатели не замечают, что они очень часто меняются, потому что в таких условиях они просто быстро умирают. И подменить одну морскую свиньку на другую или кролика несложно и недорого, и это намного дешевле, чем их лечить. А люди не заметят разницы. К сожалению, таких скрытых от глаз людей в контактных зоопарках вещей очень много. Поэтому это уже запредельная жестокость, если мы говорили о обычных зоопарках, где условия на порядке лучше, и мы говорим о том, что всё-таки это неправильно, то контактные зоопарки — это просто верх жестокости. И, к счастью, у нас они уже запрещены в определённой мере. И я думаю, что это будет уходить на нет такая практика. Юрий Алексеевич, спасибо вам большое за интересную просветительскую беседу. Спасибо вам, что пригласили поговорить. А я напоминаю, с нами на связи был председатель организации Альянса защитников животных Юрий Корецких. Интервью на Радио Спутник.